оландес друзья голландский соус по нашему ну что может быть более классическое чем голландский соус это это глыба это кулинарная глыба и поэтому сейчас я буду тщательно рассматривать эту глыбу разложу ее на маленькие камешки эту глыбу чтобы мы поняли что это такое с чем его есть как его делать как его хранить как его стабилизировать как не ошибаться как ошибаться и так далее почему называется голландским оландес я думаю что потому что в нем используется сливочное масло голландия всегда славилась своими молочными продуктами там действительно очень хорошее сливочное масло поэтому классический французский соус называется голландским вот так мне кажется можно объяснить почему этот соус существует под таким названием ну сейчас к делу сейчас я сделаю этот соус и покажу вам несколько подходов к его приготовлению а уж вы сами сможете себе выбирать какой вам будет ближе к сердцу ближе к вашей душе к вашим рукам и к вашим техническим возможностям на кухне надо сказать что оландес это странный соус потому что это по своей сути знаете что если говорить так вот по-русски это горячий майонез только майонез делается из растительного масла и желтков а оландес делается из сливочного масла и желтков а для того чтобы сливочное масло стало жидким его растапливают поэтому его можно вполне по своей сущности считать просто напросто горячим майонезом потому что суть этих соусов абсолютно одинаково это эмульгирование это эмульсия это создание устойчивой эмульсии типа масла в воде чтобы она не расслаивалась так вот подходы к эмульсиям могут быть разные давайте смотреть то что в собственно существует во всех старинных источниках как готовить оландес я прежде всего беру сотейник видите я сейчас примеряю сотейник чтобы в него вошла миска для смешивания вы понимаете это будет подобие водяной бани то есть бен мари ванна мари так называется водяная баня во французской классике таким образом я сейчас ставлю сотейник на нагрев и налью в него немного кипятку сразу чтобы он уже давал мне водяную баню пусть пока баня подогревается ну я уже сказал что нужно растопленное сливочное масло я ставлю второй маленький сотейник на плиту и положу в него хороший шмат сливочного масла немного массы оставлю для определенных целей об этом чуть попозже сливочное масло сейчас растапливается теперь пока у меня есть может быть немного времени я скажу вам еще пару слов о голландском соусе и о его некоторых особенностях смотрите вы ведь знаете все что такое сливочное масло и что его можно растопить но если сливочное масло уже растопленное охлаждать она снова становится твердым поэтому голландский соус который состоит из растопленного сливочного масла и желтков охлаждать нельзя потому что масло начнет кристаллизоваться и мы потеряем соус вообще именно поэтому голландские соусы часто готовят прямо перед употреблением чтобы не заставлять соус ждать блюда иначе масло может скристаллизоваться и он расслоится и будет уже не соус а что-то невероятно плохое вот поэтому принято готовить голландский соус или оландес непосредственно перед употреблением для домашних условий например это не совсем хорошо потому что это отвлекает я вам сегодня покажу как и в профессиональных условиях и может быть в условиях домашних стабилизировать соус чтобы он максимально долго жил и масло не сворачивалась назад не превращалась в твердое состояние вот что сегодня в том числе будет ну что ж сливочное масло растапливается я могу подготовить яйца дело в том что этот соус готовится исключительно на желтках поэтому белки к сожалению должны у нас пойти в какое-нибудь другое блюдо ну может быть например сделать из него из белков меренги безе что собственно одно и то же либо какой-нибудь омлет я сейчас разделяю желтки и поскольку я покажу вам два способа изготовления голландского соуса оландеза я сделаю три желтка в одну миску три желтка в другую миску ну и скорлупки у меня же полетят в третью миску и в четвертую миску полетят белки сейчас я чуть-чуть потише сделаю плиту под водяной бани посмотрите я не нагреваю заранее вот эту миску я не делаю вот так потому что я ее перегрею сюда пойдут желтки не могут сразу же свернуться поэтому она у меня до поры до времени остается холодной эта миска яйца значит вот белок вот желток когда немного белка попадает в желток это не беда вот три и вот еще три две порции оландеза будут приготовлены и вот вторая партия желтков я пока уже могу в холодную миску выложить три первых желтка я могу сразу их посолить я могу сразу в них добавить немного каенского перца чуть-чуть сливочное масло уже даже начинает булькать отлично и немного белого вина в желтки это связано с тем что смотрите у меня достаточно большая миска в ней мало желтков немножко чтобы поднять объем желтков чтобы они эффективнее взбивались когда желтков немного когда готовишь немного соуса уместно дать чуть-чуть белого вина это неплохо для аромата и это неплохо технологически белое вино и вот теперь водяная баня очень важно перед тем как соединять желтки и сливочное масло желтки взбить они должны быть обязательно взбиты если их не взбить они не будут удерживать себе сливочное масло потому что это эмульсия и вы можете друзья помнить следующее соотношение желтки способны удерживать определенное количество сливочного масла то есть образовывать устойчивую эмульсию если желтков будет мало а сливочного масла много желтки не удержат эмульсию и соус расслоится что недопустимо поэтому прикиньте что один желток может удерживать примерно 80 граммов сливочного масла может быть чуть больше это уже будет зависеть от желтков и от сливочного масла но средняя цифра такая если вы будете пытаться вбить в один желток 120 граммов масла эмульсия расслоится так вот моя задача сейчас в начале желтки взбить я их сейчас немного потренирую как есть в миске а вот теперь я перехожу на водяную баню но водяная баня у меня будет очень аккуратно я ее чуть-чуть сдвину и вот теперь на водяной бане я буду бить желтки водяная баня будет их загущать они сейчас будут не только взбиваться но и прогреваться и густеть тем самым они будут лучше в себя потом брать сливочное масло и образовывать с ним вот эту вот самую эмульсию и когда я заметил что они достаточно эффективно густеют и пузырьки воздуха становятся в них все мельче и мельче это является признаком для меня чтобы вливать понемножку сливочное масло по посмотрите я лью маслица и взбивать продолжаю желтки вот у меня сейчас получается та самая эмульсия которая потом станет соусом оландес вот вот снимаю с бани посмотрите какой густой гладкий красивый соус получился я его немножко еще побью потому что дно у этой миски горячее да и соус может ко дну привариться вот сейчас я на ложку его возьму чтобы вы увидели какой он гладкий густой и эмульгированный вот это оландес теперь соус жирный друзья соус жирный видели сколько сливочного масла я влил в него и вот это вот ощущение кажущейся жирности очень хорошо нивелируется вообще в целом в еде как философия кислой ноткой потому что кислота всегда способна снизить ощущение жирности кислота не убивает жир менее жирным это блюдо все равно не будет но ослабить ощущение жира во рту кислота всегда может есть еще один вкус который умеет ослаблять ощущение жира во рту это соль правда посмотрите как тяжело есть обычное свиное сало если она не соленая а для того чтобы мы могли есть свиное сало мы его солим потому что соль делает сало менее противным из-за того что это практически один жир кислота работает точно также и поскольку в этом оландесе много сливочного масла читайте жира мы сюда добавляем всегда кислинку чаще всего это лимонный сок потому что это благородная кислинка и потому что оландес соус очень благородный и нежный ну согласитесь желтки и сливочное масло что может быть нежнее вот поэтому в него добавляется уже в конце после эмульгирования лимонный сок лимонный сок я сейчас возьму пресс я выдавлю лимонный сок и по вкусу добавлю лимонный сок в соус чтобы получил соус легкую кислинку это здесь уже нужно просто пробовать на вкус я уже могу просто ложка перемешать всегда когда в такие эмульсионные структуры попадает кислота соусы белеют вот так светлеет майонез когда в него льют кислоту лимонный сок либо уксус и также светлеет оландес вот хорошая устойчивая эмульсия и я сейчас попробую как сметану на рынке пробует оландес мне сейчас очень хорошо разве что капелька соли и вот он первый оландес то есть голландский соус готов я его перейду в стеклянный соусник потому что так он здесь будет весьма хорошо виден какой он красивый густой одновременно нежный вот так а теперь друзья еще один способ приготовления оландеса без водяной бани без венчика без рук и без головы очень простой способ современный потому что я включаю плиту мне нужно подогреть опять сливочное масло водяная баня убирается с плиты потому что она больше не нужна и я достаю уже совсем другую историю я достаю сейчас стакан обычный стакан для блендера и достаю сам блендер погружной блендер то есть вот такое вот устройство с мотором из так называемой ногой нога готова и пойдет работа как вы понимаете желтки вот те самые три желтка которые взбивались на водяной бане идут в стакан вот так туда же идет если вы помните немного белого вина сразу соль как в прошлый раз сразу немного каянского перца как в прошлый раз я делаю все ровно точно так же только прошлый раз желтки попадали вот в эту вот самую миску все тоже самое только уже стакан и теперь я начну желтки взбивать но только уже устройством блендера стакан которого сейчас и наполнил всеми ингредиентами посмотрите что здесь сейчас происходит да то же самое только тогда я подогревал желтки и взбивал их не очень эффективно вот всего лишь ручным венчиком поэтому мне помогала температура чтобы желтки дали такую однородную мелко пузырчатую пенку а сейчас мне температура не помогает но у меня устройство очень мощное очень мощный нож там вращается он взбивает желтки эффективно и подогрев в этом случае просто напросто не нужен и когда желтки взбиты я начинаю сюда точно также вливать понемножку растопленного сливочного масла вот у меня получилось точно такая же эмульсия сейчас и как вы понимаете все произошло несколько быстрее и с меньшей таскать затратой энергии и всевозможных аксессуаров вот в стакане оландес сюда сейчас пойдет как вы помните кислота лимонный сок я уже ложки перемешаю и получаю второй оландес он получился у меня чуточку жиже только потому что сливочное масло всегда при растопке жир поднимается вверх а внизу остается сыворотка мне сейчас несколько больше сыворотки попало сюда но это абсолютно никакого значения не имеет суть та же самая как и у соуса я сейчас налью второй соус соусник ну и скажу вам что это базовый оландес это оландес такой вот классический в него можно добавлять еще дополнительные продукты хотите укроп хотите розовый перец хотите зелень петрушку соответственно такой оландес будет уже называться оландес с укропом оландес с розовым перцем оландес с петрушкой или с чем то еще что вы посчитаете нужным добавить в этот самый классический соус вот смотрите второй оландес вы понимаете что эти соусы нежные они с кислинкой они прежде всего подходят к рыбе я думаю что жареная рыба немножко должна здесь постоять в сторонке а вот рыба сваренная на пару рыба припущенная рыба запеченная если надо очень хороша вот с таким вот соусом ну и конечно же овощи друзья овощи паровые овощи спаржа запомните это слово с голландским соусом с холландесом это классика классик так вот я уже сказал сегодня что оландес соус нестабильный он может расслаиваться при хранении в профессиональных условиях это знаете ли тоже не очень хорошо потому что каждую порцию соуса приходится делать тогда по сути один повар должен заниматься только этим поэтому есть способы как его стабилизировать как его хранить дольше и делать не одну порцию соуса а несколько чтобы не отвлекаться а вот смотрите как я сейчас возьму сотейник маленький сотейник нагрею его и растоплю в нем небольшой кусочек сливочного масла и беру смотрите что возьму-ка я муку да 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 сейчас уже наверное кто-то предположил что я делаю сейчас в сотейнике потому что я делаю классический соус бешамель бешамель молочно-масляно-мучной соус на этом сливочном масле я обжарю немного муки и вот так это получается такая классическая смесь которая называется ру прогретая с маслом мука вот сейчас я прогреваю муку в ней исчезает аромат сырой муки она приобретает такую легкую ореховость вот когда ру готов я вливаю холодное молоко сюда чуть-чуть посолю все сразу возьму чуть более аккуратный венчик он от блендера но я буду им работать руками и волью в него вот в эту базу холодное молоко и быстренько буду перемешивать для того чтобы у меня не было комков сейчас мука будет горячим молоком завариваться по мере его нагревания у меня получится гладкий густой соус который называется бешамель и когда бешамель готов все он уже загустел сейчас я его выложу в стеклянную миску на него посмотрим вместе какой он приятный по консистенции посмотрите вот бешамель вот какой он гладенький гладенький и для того чтобы стабилизировать скажем оландес я возьму немного оландеса вот того самого первого он еще не остыл вот он желтый да густой соус я вливаю в него немного бешамеля и вот это является очень эффективным способом стабилизировать оландес бешамелем чтобы оландес не расслаивался как можно дольше вкусовые качества и вот этого практически не меняются он становится просто еще более нежным и вот такой уже голландский соус либо оландес гораздо дольше может храниться на кухне в комнате стоять на столе чтобы делать более благородной и более вкусной нашу с вами еду ну давайте я выложу и этот стабилизированный оландес в соусник итак друзья сегодня я приготовил один соус просто в нескольких разновидностях потому что этот соус заслуживает тщательного изучения тщательного внимания это классика классик это соус оландес он делается из желтков небольшого количества белого вина и растопленного сливочного масла подкисляясь лимонным соком этот соус хорош прежде всего для рыбы паровой припущенной вареной запеченной хуже для жареной и конечно же для овощей прежде всего для овощей зеленых как то спаржа стручковая фасоль стручковый зеленый горошек этот соус хорош всем я думаю что мы его сегодня изучили и напомню вам что приготовление оландеса и всех других классических соусов это высший пилотаж кулинарии желаю вам высоких кулинарных полетов а и а и и Субтитры создавал DimaTorzok